В Иерусалиме завершилась 26-я международная книжная ярмарка. Одно из главных культурных событий года. Калейдоскоп событий с участием именитых израильских и зарубежных гостей, в том числе десятка российских, которых неизменно привлекает в Израиль особенный еврейско-русский воздух. Это мой 20-й год, когда я посещаю Израиль. Первый раз я здесь была в 1993 году. И среди этих 20 лет не было ни одной пустой поездки. Потому что мне, вне смысла от того, это ярмарка, встреча с друзьями или встреча с читателями, это всегда безумно интересно. Дело в том, что в Израиле всегда что-то выстреливает в тебя, даже в мирные времена. Людмила Улицкая представила в Иерусалиме свой новый, весьма необычный для нее, автобиографический роман «Священный мусор». И приняла участие в вечере, посвященном 80-летию ее бывшего московского соседа, израильского писателя Феликса Канделя. В Советском Союзе он был известен как Феликс Камов, соавтор сценария мультсериала «Ну погоди». В конце 70-х уехал в Израиль и написал шеститомную историю российских евреев и несколько замечательных романов. Я живу там, где я хочу жить, где я почувствовал, что это мое место и делаю то, что я хочу делать. Я работал 7 лет инженером-конструктором по конструированию двигателей для самолетов-ракет, запускал ракеты на полигонах. Потом 4 года меня не выпускали из России, я посидел в тюрьме. Потом, приехав сюда, тоже было трудно. Но, слава Богу, все хорошо. Уже знаменитого прозаика Феликса Канделя по-прежнему, как волк-зайца, преследует давняя мультяшная слава. Ничего не поделаешь, волшебная сила экрана. Именно ей в большой степени обязан свой популярность и писатель-сатирик Виктор Шендерович. На своей лекции «Российская история. Через призму сатиры» опальный телеведущий порадовал публику анекдотами разных эпох, включая путинскую. А творчество современных сатириков в России сравнил с хождением по минному полю. Судя по тому, что вас нет на экранах всесоюзного телевидения, вы в это минное поле все-таки не перешли. Я уже говорил, сатиры не знают компромиссы. Это дело не в том, что я такой крутой и принципиальный. Сам жанр предлагает невозможность не договаривать. Нельзя, это неприлично. Куда пускают, туда пускают. Задачи попасть снова на телевидение нет. Если бы у меня была такая задача, у меня была бы другая фамилия. Ну, допустим, Соловьев. Новые книги, масса впечатлений, общение с кумирами и богатый урожай автографов. Это то, чего ожидали и в полной мере получили посетители 26-го Иерусалимского книжного биеннале. Элла Казакова, Гидон Дубинский. Специально для РТН. Израиль. Спасибо. 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 Спасибо.